Здравствуйте! Газпроминвест Ладога-32 полностью изобретение и производство российской компании. Турбина такой мощности в России производится впервые. Все основные технические параметры прошли строгий контроль и соответствуют экологическим требованиям. Это один из самых экологичных агрегатов, которые использует компания «Газпром». Несколько слов о экологии. Весь проект «Южный коридор» и компрессорная станция «Русская» в частности прошли строгий международный аудит, который соответствует всем международным стандартам. Только на плакате можно увидеть все детали конструкции. Чтобы довезти ее из Санкт-Петербурга в Анапу и не повредить, пришлось поместить турбину 50 тонн в специальный кожух. Для компании «Анапа-регион» программа – это важно. Насколько тяжело было транспортировать? Весьма сложно. Под это был заказан специальный транспорт, сопровождение ГАИ и провозилось через городскую черту и поселение ночью в момент отсутствия транспорта. КС «Русская» является и конечная точка южного коридора, и начальная точка южного потока. Технические характеристики КС «Русская». Общая мощность – 448 мегаватт. Производительность – 63 миллиарда кубометров в год. Рабочее давление – 28,45 мегапаскаль. Расстояние транспортировки газа – более 900 километров. Сроки сдачи первой очереди – 2015 год. Завершение проекта в полном объеме – 2017 год. При проектировании и строительстве таких сложных систем, как «Южный коридор», «Газпром» огромное внимание уделяет безопасности строительства и надежности эксплуатации. Используются технологии наклононаправленного бурения, которые позволяют избежать снятия плодородных грунтов. Специалисты ведут очистку территории от взрывоопасных предметов, используя систему защиты от стихийных бедствий. Проект «Южный поток» предполагает сооружение четырех ниток газопровода диаметром 812,8 мм по дну Черного моря с укладкой на максимальную глубину до 2000 метров. Они будут расположены от головной компрессорной станции «Русская» до приемного терминала по Шадере на болгарском берегу Блисварны. Общая длина укладываемых труб составит 3,7 тысяч километров. В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергосбережения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальным становятся вопросы газификации жилых домов. В Краснодарском крае эта проблема является одной из наиболее острых социальных задач. Осуществляется она в рамках краевой целевой программы. В настоящее время в Краснодарском крае остаются негазифицированными 892 населенных пункта. Это более 50%. Саркисян Николай Ильянович, житель небольшого села Варваровка, что находится недалеко от КС «Русская», был одним из первых, кто строил улицу Шаумяна. Было это в 1959 году. В те времена обогревали дом дровами. Больше полувека прошло с тех времен, а во дворе все так же лежат дрова. В своей котельной пенсионер сетует. В газифицированных домах в соседнем субсехе за отопление платят в разы меньше. Николай Ильянович, провожая нас, сказал, что уже не верит в то, что природный газ появится в их селе. В наше время в Анапском районе нет газа. Как это так? А это я не верю, отсюда будет давать. По словам министра природных ресурсов Краснодарского края Вадима Лукаянова, создание технических возможностей по газификации – зона ответственности компании «Газпром». А в части газификации сел и поселков и сооружения уличных сетей действует краевая программа. Мы сегодня в очередной раз сверили часы в части реализации наших планов и графиков, которые сегодня являются основой реализации тех договоренностей, в том числе, которые были между губернатором и председателем управления «Газпрома» в части повышения надежности и выделения дополнительных ресурсов на газоснабжение юго-западного района Краснодарского края, в который входит в том числе и Анапа. Как скоро появится газ в поселках Анапы? Когда мы договаривались по расширению газотранспортной системы, мы в своих планах ставили 2016 год. Поэтому сегодня нет никаких оснований не доверять данным срокам и данным договоренностям, поэтому мы уже начинаем включать в нашу краевую программу по газификации мероприятия, связанные с газоснабжением Анапского района в частности. Анапа стремительно за последние годы стала расширяться. Строительство многоквартирных домов, расширение близ ближайших сел. Город стал привлекательным для инвесторов. Создаются экономические предпосылки развития муниципалитета, в том числе и газификация Анапского района. На этом все. Это другие программы вы можете посмотреть на сайте Анапа.регион. Спонсор программы – компания «Фитофарм» приглашает вас посетить детский бэби-центр и принять участие в акции. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова